Они способны развивать скорость до 100 км в час, ориентироваться на местности, строить маршрут и возвращаться домой за тысячи километров. Все это о спортивных голубях. Леонид Бойко воспитывает спортсменов на протяжении 50 лет. С птицами тренер связан, что называется, с самого рождения. Когда отец копал, она доставала глину и оттуда ведрами высыпала, потом вывозили на улицу. Но тогда мама уже была беременна на девятом месяце, и у нее начали схватки возле этой голубятии. Я родился. Ну какой там роддом деревни, сами понимаете. Будущих чемпионов готовят к соревнованиям с юного возраста. Птица должна изучить карту местности и запомнить маршрут. Это совсем молодые голуби. Им несколько месяцев, но они уже успели поучаствовать в соревнованиях и преодолели 200 км. Для этого их сначала учат преодолевать короткие дистанции. Леонид выпускал своих подопечных в Белогорске, а это всего 50 км от дома. Запомнили, где их дом находили. Научились находить свой дом. И поняли, что от них требуется, когда их начинают возить. То есть, что они без посадки должны вернуться домой. С любого расстояния, откуда бы они должны стремиться домой. После боевого крещения пернатых спортсменов отправляют в путешествие через пролив. В прицепах их доставляют в Казань, Краснодар и другие города России. Откуда отправляют за тысячи километров домой. И они всегда находят дорогу. Ведь голуби ориентируются на местности и выстраивают маршрут лучше, чем GPS-навигаторы. В 7 часов утра голубеводы Казани выпустили эту голубку. Вся семья переживала. Ну, потому что путь далекий. Соревнований еще не было. Никакой подготовки. Но все-таки уверенность была. Она оправдала ожидания. Когда 29 числа сын зашел сюда в питомник и увидел ее. Вхватил, естественно, вот она, голубица наша красавица. Каждая голубятня оборудована электронной системой регистрации, которая фиксирует время прибытия конкретной птицы. Благодаря этому знают, кто и когда вернулся с соревнований. Отсюда данные поступают на обработку в судейскую коллегию. У каждого голубя есть чип. Когда птица возвращается в соревнование, антенна, которая находится в вольере питомника, фиксирует время возвращения птицы. А специальный компьютер считывает с кольца год рождения, номер паспорта и государства. На пути пернатых много препятствий. Ветер, дождь, голод, жажда, высоковольтные линии электропередачи, хищные птицы. Их выносливости и целеустремленности можно только позавидовать. И когда он выпущен за сотни километров, он стремится к своей самке сюда домой. Это как бы мотивация этого спортивного голубя. Сегодня в питомнике Леонида Бойко более 500 подопечных. Сейчас у них межсоревновательный период. Птицы готовятся к чемпионату по глубинному спорту, который в мае соберет в Татарстане пернатых участников со всей страны. Для того, чтобы спортсмены смогли преодолеть дистанцию Казань-Трудовое, а это более 2000 километров, им необходимы усиленное питание и ежедневные тренировки. Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов. Утро нового дня.